Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий за 5 лет сократилась почти на 10%. За это время в эксплуатацию ввели почти 20,5 миллионов квадратов. В планах на 2022 более 4 миллионов, четвертая часть которых с использованием господдержки. Второй энергоблок БелАЭС готов на 97%. Сейчас идут дополнительные технологические и пусконаладочные работы. С момента включения станция уже выработала более 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить значительный объем природного газа и удовлетворить возрастающие потребности жителей и предприятий. Март определил, как формировать цену на части кур и цыплят бройлеров. Две полутушки, передняя и задняя части четвертей, теперь не должны превышать стоимости целой птицы. На филе тоже действуют ограничения. Максимальная оптовая надбавка и наценка в рознице – 15%. В ближайшие несколько дней синоптики обещают заморозки. Ночью до минус двух. Днем воздух прогреется до плюс 15. Утром в некоторых районах возможен небольшой туман. Кратковременные дожди пройдут лишь по северо-западу страны. Бобруйск-Агромаш планирует поставлять свою продукцию на Кубу. Местные аграрии заинтересованы в машинах для внесения минеральных удобрений и кормозаготовительной техники. Кроме того, прорабатывается вопрос организации сборочного производства и сервисного обслуживания. КОНЕЦ